Нет недостатков призыва к толерантности. Напряжение, однако, продолжает вырастать. Серьезная тема, серьезный подход. Доскональное изучение законов, касающихся социокультурных отношений разных народов и собственный вывод. Прописанные в Конституции права и свободы нужно защищать с помощью закона. Одиннадцатиклассница Ангелина Корсунцева с проектом на трибуне выступает впервые. В основе дружбы народов видит взаимоуважение. Меня возмутило, что Государственная Дума до сих пор не приняла закона, которая бы обращала внимание на русскоязычное население и на защиту их прав и законов. Конкурс «Речь лидера» – не просто тренировка ораторских навыков. Из 30 претендентов заочного этапа до трибуны добрались только 10 лучших. Основное требование, поскольку речь лидера – это достойное публичное выступление, которое может увлечь публику, увлечь свои идеи и той формы, в которой человек выступает. А вот вопросы в рамках нашего конкурса, они позвонительны даже манипулятивного порядка, потому что должно на трибуну, если ты пришел, держать удар. Среди девятиклассников победительницей стала Алина Шарапова с работой о знаках и символах России. В номинации 10-11 класса лидировала Дарья Виноградова с проектом о патриотическом воспитании. Теперь им предстоит защищать свои проекты в столице на федеральном конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Анастасия Зубарева, Дмитрий Мешканцов. События.